здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте джумла сэнсэй продолжаем делать быстрый лендинг за 60 минут в предыдущем уроке я вам показывал начало как это все можно быстро организовать бесплатно и совсем забыл когда переключился на второй блок что у нас здесь еще очень замечательный красивый 3d кнопка давайте же посмотрим как ее здесь реализовать переходим в админку и у нас в первой секции мы добавляем новый аддон и выбираем здесь вот есть такая кнопка выбираем ее и сразу поехали работать смотрите бутон текст то есть текст на кнопки какой пишите какой хотите я пишу подробнее выравнивать по центру также шрифт для текста на кнопки дальше бутон линк то есть обязательно ссылку на эту кнопку какую можно повесить здесь прикрепить даже можно как я понял аттачмент какой-то файл данной ссылке на скачивание например какой-то книжки или еще чего бутон ставил как раз таки здесь есть разные варианты я возьму вот этот вариант дальше вот это у нас кнопочка 3d если вы хотите чтобы она была такая же выпуклая как у меня дальше вот это параметры кнопку во всю ширину или нет я ставлю нет бутон иконка точнее к иконка на кнопки какую хотите то есть я обычно беру какую стрелку бутон иконка позиция то есть справа от текста или слева то есть смотрите видите на меня иконка слева находится вы здесь выбираете дальше надо еще добавить отступ также впадинг и мы выбираем бутон то есть отступ снизу точнее правильно баттон до сказать 100 пикселей и здесь мы ставим 0 то есть везде остальные параметры все по нулям давайте apple и сейф идем на сайт у нас все получилось но кнопочка у нас выглядит маленькая заходим в редактирование кнопки я забыл выставить размер самой кнопки это у нас бутон сайт размер кнопки экстра ленч то есть большой размер сохраняемся обновляемся вот теперь у нас можем сравнить такая же кнопочка получается то есть все очень легко и просто далее у нас здесь с вами один блок я выделил для интереса цветом если вы не знаете сейчас давайте вам покажу то есть это можно сделать хоть все блоки еще заливкой или же какой-то один определенный и так в админке мы прокручиваем ниже чтобы покрасить сразу блок вы видите здесь у нас покрашена значит заливка и за иконкой и за текстом значит нам нужно выбрать вот эту вот иконочку редактирование всей секции кликаем вот как раз таки бэкграунд это заливка цветом кликаем вот поэтому куры гляшу я беру зеленый цвет темно зеленый и вот рядом у нас есть такой полуночек это придает прозрачность данному цвету то есть я знаю как бы некую прозрачность apple save тут уже какой цвет выбрать решать вам тут конечно же я брал конкретно пипеткой цвет вот с этого бэкграунда сейчас уж я не буду этого делать тут цвет немножко не подходит здесь просто я вам демонстрирую как это все устроено движемся дальше следующий третий блок у нас бэкграунд заливка картинка и зафиксированный фон что дает очень симпатичный эффект и находится три блока с контентом давайте это реализуем здесь у нас мы создаем новую секцию кликнув вот по этой ссылке она у нас автоматически размещается вниз но здесь уже аналогичные действия мы переходим по шестереночки нам нужно загрузить изображение переходим style upload вот мое изображение я открываю она у нас загружается кликаем по нему insert вставить нажимаем давайте сразу apple сохранимся и посмотрим как у нас все это дело на сайте вот мы уже внизу видим и по умолчанию вы можете наблюдать что она уже зафиксировано как нам нужно а теперь давайте разместим контент значит там у нас идет с вами три фрагмента с текстом это все то же самое мы с вами делим на три колоночки добавляем текст то этого я пишу как обычно демок далее значит здесь 3 принципе h4 можно выбрать для заголовка размер заголовка я ставлю 38 далее то этого марджин топ отступ сверху поставлю 10 и снизу отступ тоже 10 пикселей текст пишите какой-то свой я оставлю просто для примера все выравниваем по центру посмотрим в стиле у нас у контента имеется ведь рамочка очень красивая рамочка давайте это реализуем это у нас в стилях прокручиваем ниже и use border то есть включить кликом на кнопку активируя рамку здесь выбирайте толщину рамки border то есть один пиксель я считаю достаточно цвет рамки ниже я выберу белый border style тут можно за с пунктируем толстым пунктируем и так далее я выбираю солид сплошная рамка border radius вы можете задать здесь скругленные углы я оставлю квадратные нажимаем apple и сей давайте на этом уровне посмотрим что у нас получается и так у нас практически все хорошо получается но забыл я значит покрасить цветом белым также и заголовок и текст обратно переходим в редактирование значит это у кого как обычно здесь все у нас белое цвет текста именно для описания у нас меняется в стайлах текст color вот первый вариант также делим в угол ползунок чтобы был у нас белый цвет это сохраняемся идем на сайт обновляемся на все получилось но если мы сравним с этим сайтом яркие бэкграунды нам нужно затемнеть в данном компоненте из ппп билдер есть а классная особенность наложение оверлей так сказать сетки или цвета прозрачности поверх изображения чтобы изображение было темнее это хорошо потому что нам не придется на фотошопе заготавливать заранее данное изображение видно что здесь изображение темнее чем в нашем примере давайте затемним я перейду опять в настройки там где у нас залито изображение перейду в стайлы и вот под изображением оверлей как раз таки кликаем это и есть у нас затемнение я выбираю зеленый цвет темный зеленый и вот этим ползунком делаю чуть прозрачность чтобы за этим за этой заливкой цветом наш фон проглядывал нажимаем apple с сейф обновляемся вот таким образом таким образом блоки как бы мы вдвигаем на передний план который у нас важный то есть блоки с контентом у нас все готово нам лишь остается продублировать данный блок ну и конечно же вы потом замените текст в следующих блоках уже быстро нам не нужно будет делать какие-то отступы здесь в общем это аналогичное действие как в прошлом уроке поэтому я быстренько это сейчас сделаю в таким образом и у нас все получается вот мы прокручиваем задний фон зафиксирован давайте сразу посмотрим в мобильном устройстве здесь у нас вы видите блоки прилипают можно конечно для красоты добавить они эти оступ то есть как в иконках у нас все отступает здесь оступов я не вижу а давайте переходим значит в первый текст кликаем по карандашку переходим ставил прокручиваем вниз внутренний отступ это у нас padding нам нужно параметр марджин оступ внешний оступ топ то есть это оступ сверху мы выставляем 10 пикселей батон оступ снизу 10 справа ну ставим 0 слева тоже 0 идем сохраняемся обновляемся здесь как бы тоже идет визуальный отступ это сразу видно и давайте это все проделаем в других наших блоках ставил марджин и оставлю все по десятке потом мне уже проще будет убрать справа и слева apple и проделать то же самое в последнем нашем блоке не путайте марджин с паддингом если мы в паддинге сейчас зададим отступ этот отступ сработает внутри блока с рамкой то есть это будет отступ от рамки к тексту а это отступает весь блок apple и сейф обновляемся у нас смотрится все хорошо и теперь самое главное в мобильном устройстве добились мы такого эффекта как отступ от блока к блоку вот вы видите как раз таки здесь 10 пикселей от рамки до рамки следующего блока смотрится все очень хорошо замечательно у нас остается последний футер блок где обычно размещается копирайты также дублируются телефоны какая-то такая вот полезная информация это у нас просто очередной контейнер мы добавляем новый контейнер проходим в шестереночку и сразу же style background color вставляем подходящий цвет apple обновим сайт у нас получается небольшая полоска здесь уже на ваше усмотрение какой толщины вы хотите его сделать я сделал так вот побольше для этого чтобы там разместить какой-то контент делаем все то же самое текст title я размещаю свой текст дальше то это фон сайт у меня стоит 20 пикселей а дальше прокручиваем ниже то это маржин топ то же самого что сверху меня стоит по 200 пикселей сверху и снизу здесь текста никакого нет выравниваем все по центру и это это колор цвет для нашего текста я выбираю здесь покрашиваю просто серым цветом давайте на этом уровне мы сейчас также сохранимся пойдем на сайт обновимся и у нас все получилось теперь нам остается как бы оживить немножко страницу потому что анимация она привлекает глаз смотрится уже очень симпатично давайте посмотрим обновлю страницу демо примера у нас красиво выезжает текст прокручиваем ниже то есть данном случае анимация срабатывает только тогда когда блоки видны перед глазами то есть каждый блок не сработает пока его не будет видно то есть в этом и прелесть и первое давайте анимируем ну вот наш текст и кнопку чтобы активировать анимацию нашего блока текст переходим в карандашик переходим на вкладку стая прокручиваем вниз и и не было аниматься он то есть кнопку нас выключена мы ее включаем и у нас внизу раскрывается новый параметр с анимацией здесь как момент деми примере у меня стоит зум увеличение зум-ин точнее даже зум-ин-ап зум-ин-ап то есть симпатичным анимацию duration это продолжительность анимации я поставлю 1500 миллисекунд то есть изначально она очень быстро прилетает резко а это даст некую плавность и у нас здесь есть опция анимацию давай то есть это у нас задержка то есть перед тем как появится анимация то есть пройдет например 300 миллисекунд прежде чем анимация проявится то есть до того как это время истечет объект сам текста на сайте видно не будет все оставляем как есть apple давайте проверим все у нас получилось обновляем страницу и у нас вот так вот красиво выскакивает все так же как и здесь здесь есть некий момент я не знаю то ли баг это в этой версии компонента то ли что и я его выявил смотрите как раз баг и нас анимации если вы будете использовать анимацию варианты точнее анимации который выскакивает снизу это любой вид анимации только после анимации подставляется например set in up то есть подниматься будет сверху точнее снизу вверх вот если такая будет анимация ну давайте на примере я посмотрю сейчас apple save то у нас вот здесь пока анимация проигрывает у меня появляется второй ползунок здесь вот справа очень некрасиво в данном случае я не знаю у меня получилось может быть даже связано не с анимацией очень будьте внимательны если у вас начнется появляться вот такой ползунок после каждого объекта анимировано проверяйте чтобы вы сразу поняли где может быть причина как только обновляйте страницу анимации срабатывать его здесь кратковременно появляется ползунок экран как бы дергается даже из-за этого очень некрасиво значит ищите причину в анимации возможно просто надо будет сменить анимацию то есть вариант анимации на какой-то другой в данном случае у меня анимация стояла изначально намного красивее я ее сейчас возвращу ну и дальше каждый элемент вы уже теперь знаете как анимировать давайте еще парочку я вам покажу перехожу теперь в батон в кнопку в нашу это тоже ставил тоже включаем анимацию у нас там была задержка здесь я сделаю set down и пускай будет задержка 500 вот таким вот образом и кстати продолжительность анимации тоже будет 1500 apple сейф обновляемся вот таким вот образом смотрится хорошо ну давайте теперь сделаем анимацию еще для иконок и для для вас будет домашним заданием уже я думаю каждый справится за анимировать вот эти вот блоки демо 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 и смотрите у нас вообще все очень круто получается мы можем анимировать отдельно как иконку так и текст так и весь блок поэтому я хочу чтобы конка с текстом вылетал одновременно зачем мне отдельно прописывать анимацию как для текста как и для иконки если я могу сделать это сразу одну анимацию для двух фрагментов для этого мы не будем заходить в каждый элемент плагин а мы заходим вот по этой иконочке и зададим анимацию всей секции переходим здесь есть уже отдельно вкладка анимацию 3 здесь все то же самое я хочу чтобы вылетал у меня set in left задержка тоже будет 1500 будет сразу анимироваться без точнее продолжительность 1500 задержки здесь нет нажимаю apple сейф обновляемся и вы видите как плавно красиво весь блок вся секция анимируется вот я прокрутил наверх вы видите анимация то есть не сработает пока она не будет видно то есть контент которым из анимирования пока не будет виден не сработает анимация дальше средний блок я бы предпочел что вылетал снизу значит переходим здесь в анимация effect in нам нужен об надеюсь вот он надеюсь глюка сейчас не будет также продолжительность анимации 1500 задержка пускай через 500 миллисекунд сейф обновляемся и видите что я сделал я слишком поторопился и вот что я обновил точнее анимацию я прикрепил именно вот на этот блок они на нашу иконку да ну ничего страшного то есть это у нас был вот этот по идее блок с иконкой тут тоже выбираю fat in up 1500 задержка 500 apple сейф смотрим вот все у нас хорошо и так дальше я не вижу смысла записывать урок а за анимируйте все что вам нравится все что вы хотите я надеюсь для вас этот урок был полезен я надеюсь что вы действительно сможете качественно профессионально быстро сделать себе классный адаптивный лендинг пэдж на джумла и конечно жду ваши лайки подписку на канал чтобы не пропустить дальнейшие выпуски и я обязательно жду ваши комментарии для меня это очень важно если вы хотите чтобы я продолжал тему вот этого быстрого лендинг пэджи на данном компоненте то есть новые полезные уроки какие-то новые фишки если вам это нужно напишите об этом в комментарии если комментариев не будет значит материала вам достаточно и нет смысла продолжать конечно же будут другие другие уроки возможно другие темы но касательно именно этого компонента этого шаблона и этой темы то есть быстрое создание лендинга за 60 минут например меню сделать с прокруткой до каждого блока до возможно внедрение каких-то модулей как это все делается ну или элементарно как воспользоваться другими аддонами как редактировать их которые у нас доступны бесплатные версии компонента а всем об этом вы можете видеть в новых уроках если конечно они вам понадобятся на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а а а а а а а а а и а а и а Субтитры создавал DimaTorzok